Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме? Или за 100 рублей на Лол Стим? Я думаю, выбор очевиден. Лол Стим это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Ладно, поехали! Не в ремне! Новая серия. Ха-ха-ха, в 14-м году. Поехали! Анастасия Мартынова, пенсионерка. Ха-ха-ха, позор, блядь! Пригороде в частном доме. Каждый год на все лето к Анастасии из города приезжают внуки. Старший Миша и младший Саша. Вот и этим летом мальчики с удовольствием навещали бабушку. А? И Казанова. А? Ну-ка, давайте-ка все, пора спать. Убирайте свои карты. Баб, ну дай мы хотя бы комната играем. Никаких доиграет, пора уже спать, все. А че не играют-то? Буру, блядь, блатну или че? Вот и этим летом мальчики с удовольствием навещали бабушку. А сколько у них? По три карты? А? Бля, не в Буру играют, блатные че, не, бля, нихуя тебе. Из зоны вышли, блядь. А? Ну-ка, давайте-ка все, пора спать. Убирайте свои карты. Баб, ну дай мы хотя бы комната играем. Никаких доиграет, пора уже спать, все. В этот вечер в гости к Мише зашел его друг, соседский мальчик Гриша. Его родители позволили сыну приночевать в доме Анастасии. А где, Саша, почему его здесь нету? А мы откуда знаем, наверное, дрыхнет. Мне не нравилось, что Миша с Гришей играли в карты. Бля, мне тоже. Я была уверена, что это не очень полезная игра для детей. А причем мне не нравилось, что Гриша был всегда инициатором этих игр. Он приносил карты, но, правда, в другом у меня к нему не было претензий. У него семья хорошая, мать учительница. И я подумала, что потом я как-нибудь осторожно им скажу, ребята, существуют еще другие прилично настольные игры. Анастасия была удивлена тем, что ее младший внук, Саша, лег спать. Ну и душнила, пиздец, они же не на деньги играют, на деньги. На деньги в таком возрасте, я считаю, ну такая себе движуха играть, я полностью согласен. А просто я все детство проиграл в карты вообще с кайфом, блядь. Нет у меня никакой зависимости от азарта. Раньше положенного времени. Я тем более в больнице по два раза в год лежал, блядь, из живота. Я в карты как катал и ебашил. Машка подумала, что мальчик просто устал с дороги. Мы это смотрели? Да мы это не смотрели, первый раз. Вадим, поднимайся. Да, давай, 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 раздевайся. Я встану, разденусь. Я была очень довольна своим младшим внуком. Да? Нет, ну конечно я любила обоих, но младший он был проще. Он был тихий, спокойный, никогда не капризничал. Ну а старший тот был шумный, любил веселье. Утром Анастасия отлучилась с участка выбросить мусор. На обратном пути ее окликнула соседка и давняя приятельница Раиса. Бля, как на природу хочется, пиздец, реально. Это что ж такое делается? Беспредел какой-то. А что случилось, Раиса? Да, обворовали. С Лизой мудрит, смотрели. А, под этим делом? Вчера, прямо на автобусной остановке сумку из рук. Ну я, наверное, ничего не запомнила, блин. Вынули. Я нахожусь на автобусе из Раиса Центра. Ой-ой-ой-ой, обворовали. Да, да у нас такого отродясь не было. То-то и оно. А вот теперь правила такие у нас по ночам на людей нападать нехорошо. Татя, ты... Кто напал, я все проебал. Поговори со своими головорезами. Пусть сумку отдадут по-хорошему. Какую сумку? Да, прошу, по-хорошему. Головорезами? Ты моих внуков называешь головорезами? Ты что говоришь? Говори! А кого же еще? Он когда сумку, этот вор у меня, вырвал, захохотал как сумасшедший. И сразу сиганул в наш переулок, только пяточки засверкали. А при чем здесь переулок? Я не понимаю. Да потому что дальше там тупик. И никаких чужих здесь нету. А через забор он не мог сигануть. А ты, ты лицо-то его видела? Кто это был? Да нет. Брать не буду, лица не видела. Охуительно вообще. Я помню как-то в Казани у нас подъезд разрисовали вообще весь, прикиньте. Ну не весь, а на каком-то определенном... У нас причем приличный дом. Приличный, приличный дом. То есть там чужаков практически нету во дворе. Ну кто-то, короче, к нам в подъезд зашел и все разбомбил, короче, баллончиком с востоуны, короче. Ну прям гадости какие-то прям. Ну какие-то шкалота. А единственный молодой, который был в подъезде, это я. Ну и как думаете, кого ебли за это? Я выходил, мне сказали, а нахуя ты разрисовал? Блядь, делать мне нехуй, сидеть в свой подъезд с востоунами разрисовывать, блядь. Блин, у меня очко так горело. Ну ты же единственный молодой, блядь. А вы единственная старая здесь, так что, может, вы нарисовали, блядь. Основание, нахуй, да? Ну ты же молодой, блядь, значит, ты разрисовал. А ты старая, значит, ты тоже рисовал. Ну по такой же логике. Пиздец, нахуй. Ну такая же хуйня. Меня ужасно возмутила уверенность Раисы, что это сделали Миша и Саша. Они же единственные молодые, поэтому они могли это сделать. Слушай, я где-то сомневалась тоже. Ты же молодой, блядь, так что и ты сделал, блядь. Потому что в нашем дворе, ну не было других подростков. Там были или дети, или взрослые. А вот мысль о том, что это мог сделать Гриша. Мох? Да. Она говорила, я сказал, мог, блядь. Он был подвержен вот этому порочному увлечению игры в карты. А как ты дошла до дома-то? Да я не помню, как добралась. Ногами? Перепугалась всю жуть. Только к утру пришла к себе и пошла разбираться. Ой, Рай, да ты подожди разбираться-то. Тут надо все выяснить, а потом разбираться. Может, мои внуки так как раз и ни при чем. А ты их не выгораживаешь. А может, при чем? Малолетние преступники. Если они с такого возраста нападают на людей, то что же будет потом? Рая, ну не называй ты моих внуков малолетними преступниками. Дебилами. Они не виноваты, это же чушь, как... А че осуждаете, она че-то сказала? А это... Она че-то сказала, я просто прослушал. У тебя нет никаких доказательств, все. Чушь, не чушь. Че осуждаете? Что? Что она сказала? А сумку отдайте, по-хорошему. У меня там... А, мсек. Тысячи было. В чате? Пенсионное удостоверение. На восстановление полгода пойдет. Если не отдадите, пойду в полицию, так и знай. Рая? Да какая полиция? Ты что, Рай? Раиса еще очень долго возмущалась, что некоторые совесть потеряли, что нет ничего святого. А я... Я решила доказать невиновность моих внуков и вывести на чистую воду Гришу. Если, конечно, он виновен. После разговора с соседкой, Анастасия направилась к внукам. У дома она встретила старшего Мишу. Опа. Баба, что еще? Может, о завтраком поговорим? Мне надо еще пять километров пробежать. А потом ты сама еще будешь кричать, что все остыло. Бегаешь, чтобы сумки потом дергать и убегать, да? Успеешь. И пробежать успеешь, и позавтракать. Дебил, это запретка? Нет. Ты сначала должен мне все рассказать. Ну, смотря кому ты это говоришь. Так ты нет. Ну, сперва, скажи, где Гриша? Гришка? Ну, к мамке домой побежала. Она нам сказала, пора не спать. К мамке? А, чьей, блин? А ты скажи, вы вчера ночью никуда не выходили? Да, да, да. Нет, нам сказала, уже спать ложиться. Но мы легли спать. И всю ночь дома спали? Да, всю ночь спали. Гришка к мамке пошла. Я вот на прорезь пришел. Так, значит, сумку-то не ты взял у Рая. И не Гриша. Мои? Ты чего? Какую сумку? Я первый раз вообще об этом слышу. Анастасия рассказала внуку о встрече с Раисой и о том, какая неприятная история приключилась вчера с их соседкой. Дабуль, ну вот это вообще прикол, а? Ты че, серьезно думаешь, что-то мы с Гришкой сумку, что ли, взяли? Мы че, какие-то отморозки, что ли, по ночам бегать в сумки воровать? Я-то как раз-то ничего и не думаю. А Раиса-то как раз на вашу. Ну, конечно, вы сидите, блядь, в карты играть этот морозки. Думает, у Нью-Йорта сумку-то отняли. А воришка побежал прямиком в наш переулок. Да ё, твоя Раиса, ну и побежал в наш переулок, и что? Че на людей-то гнать? Ну ладно, я все выясню. Я побежал? Ну давай. Ну это подозрительно. Да, на завтрак не опаздывай. Хорошо. После разговора с Мишей, я точно убедилась, что мои внуки невиновны. Саша спал, я сама видела. А Мишенька, он так убедительно говорил, что я просто не могла ему не поверить. А вот насчет Гриши, я не была уверена до конца. Я не знала, что у него на уме. Можем в карты играть, да какая хуйня? Поговорив с Мишей, Анастасия все же решила для очистки совести поискать дома украденную сумку соседки. Она не нашла ничего подозрительного и отправилась к Раисе. Ну вот и все, а че пиздительно? Ты реально моих внуков наговаривала и называла их малолетними преступниками. Они ни в чем не виноваты. Почему ты так уверена? Да потому что они спали всю ночь. Сашеньку я уложила сама, а Миша, Миша чуть попозже лег. Так что это не они, это кто-то чужой. Не знаю. Но это же ты говоришь с их слов. А доказательство, что они невиновны. Где? А ты знаешь, что доказательство нужно виновности именно искать? Ну вот допустим, полиция же не может тебе сказать, ты виновен, почему? Ну вот я так думаю. А кто еще? Ты же молодой, блядь. Ну то есть надо доказательство, чтобы именно человек виновен, а не то, что он невиновен. Это когда тебе предоставляют доказательство, что ты виновен, тогда тебе нужно искать доказательство, что ты невиновен. А так, блядь, что за хуйня? Где доказательство, что они виновны? Где? Ты знаешь? и я думал там эту твою сумку найти себя и войне украли они бы принесли резунки невиновности да 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 где нет это кто-то чужой украл на может быть где-то на чердаке кто не знает или в сарае воспитывает детей в атмосфере вседозволенности и никакому короту на них нет хошь парой хош круши хочу а потом сами удивляется что из них вырастают бандиты тоже шоу луком следила и все знали что ведь к жену нахуй послал жрите вырастают бандиты лучше пошла ты нахуй с родителями он постоянно попадает какие-то неприятности но она их не замечает а вот мои благополучные мальчики и что-то очень сильно волновали я понимаю она наговаривала из зависти вот так блять для не могу я как будто реально на даче вышел блять на аллею нахуй просто эти бабки блять какие-то разборки неинтересно вообще не не те девять минут с морем вообще не интересно абсолютно днем что опять осуждаете блять что что на статье отправилась в продуктовый магазин купи все необходимое и до 5 чат ну похуй блять и на улицу женщина встретила мать гриши соседского мальчика с которым дружил ее старший внук миша негодяй вот это заметила что ирина чем-то взволнована она решила поинтересоваться у женщины что случилось слава богу ничего не волнуйтесь просто мой сосед валера с ночного рейса вчера возвращался и видел вашего мишу поздно на улице опа ночью да нет мой миша в это время спит не знаю может быть он проснулся потому что валера хорошо разглядел вашего мишу и он же знает что они дружат вместе и утром не все вот рассказал понятно я очень понятно мне показалось что она намекнула что-то миша виновен во всем анастасию тревожил старшего внука ведь миша уверил бабушку что не выходил ночью на улицу и мирно проспал до утра женщина решила более подробно рассказать о том что и было известно как похуй да да наверно мишу видели на пожарной лестнице мальчик лез на крышу одной из немногочисленных в их городе пятиэтажек погоди ирина но весь греш это ночевал у нас если миша лазал по крышам то и гриша должен быть там где-то рядом но я не знаю в валера не видел гришу и я вас хотела бы спросить действительно ли гриша ночевал у вас ну конечно ночевал я их сама отправилась спать ну и собирались вроде скип хуйню ну не надо уж лену 9 минут смотрим чё обламываться что точно этого не знаете переночевать у вас полной уверенности что будет под присмотром запутал с гришей миша сажина миша саша это два брата гриша их друг в этот сын вот этой которую моложе что и рассчитала меня виноватой что ребята нашкодили но в этом же моей вины не было я ужасно расстроилась из-за того что ребята могли упасть этой крыши разбиться насмерть что что такое говоришь ебанутая подходя к дому расстроенная бабушка столкнулась с мишей закончившим утреннюю пробежку а ты почему так долго где-то болтался я не болтался я пробежал но потом на спортивную площадку заглянул что-то не похож ты блять на такого на такого чувака который бегает блять ты посмотри волосы все сухие блять нахуй ты чё блять потягивался но ты прибежал пиздум пиздум а ты чё в магазин что ли ходила баба чё ты мне или писание не сказал мы тебе сейчас помогли бы с сумками да ты ко мне не примазывайся ты мне скажи ты почему меня вчера обманул что ночью был дома ведь тебя видели на крыше вот это горд не откуда от вас не скроешься одни уши и глаза ну лазил на крышу все же на вас еще и возмущаешься врун бабну не кричит давай сумки помогу тебе баб ну мы в карты играли с гриши я проиграл ему но он мне желание загадал на крышу залезть ну я залез свечу со мной нормально ничего не случилось вот они не стал говорить потому что будешь кричать интересно буду кричать а кто бы на моем месте я не кричал я не кричал упасть разбиться там же все ржавое мужа вы не жалом и нормально я слазил вниз грешка еще проверили они проверили до головы у вас нет карты проиграл блять ах так это сумочку то мог ты на желание взять вообще о чем какую сумку ты сама сказал то что твоя не проебался дружок дружок ты жестко проебался блять лучше дальше говорил что ты никуда ночью не уходил один раз пиздил значит и по поводу сумки спиздил поэтому все против тебя сейчас на вас не автобусе приехал правильно ну да приехала до бассейне автобус как я помню он приходит в пол двенадцатого правильно так ну да а мы ты с гришкой выше бизнесе 12 станция вон там аппетита что там так что мы никак не могли пересечь твои бобра и я сказала миша одна такая выходка я его отправлю назад к родителям и хотя только не назад крадет круто очень зла я ему поверил насчет сумки а к нам должен был прийти греша и я подумала я у него все раз прошу это кто-то виновен то они начнут обязательно где-то выгораживать друг друга и нибудь напутают точно точно вечером гриша зашел за мишей мальчики собирались пойти в кино так 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 еще один скалолаз явился вот кстати гриф подтвердимые бабушки что мы вчера на крыше были они сумки у старушек отжимали какие еще сумки по помощи наш соседку баура каису да у него кто вчера сумку отжал она думала что это мы еще раз поискать он твой сосед засек прикольно не ну правда выходили но не за сумками конечно миха мне в карты продал пришлось на крышу лезть пришлось на крышу лезть а что за необходимость 1 почему один я тоже не был только я не успел залезть потому что дядя валера увидел и хоронился за кустами потихоньку дал дюро чтобы у меня не засек и мамки не сказал а мамки не сказал значит хорошо понимал что ты затеял нехорошее дело неужели нельзя было придумать что-нибудь ну-ка по безобиднее не ну так интереснее интереснее с крыши упасть кость переломать так называемую очная ставка что никакой сумки они нигде не видели и честно говоря я им верила правда наказание за то что не лазали на этой крыше я считаю справедливым это все карты на следующий день к россии зашла раиса вот полюбуйся ты теперь будешь говорить что твои внуки не виноваты варьё бессовестное бандиты малолетние старуху не пожалели а ты в чем опять хочешь обвинить моих внуков и это что-то сумка как я я нашла у себя дома ты же видишь что твои внуки виноваты я ее нашла у себя ею оказывается она у меня упала за стол и ты будешь сказать что твои внуки не виноваты такая местная такая которая ходит на всех орет блять у нас была такая помню в казани жил помню на ну пятиэтажки короче с мамой у нас была такая же бабка который на всех орал там у нас у нас короче двор ну кто в писку смотрел видел нас двор состоял из дороги и рядом просто газон все ну как газон сорняки короче и все там больше негде было играть это бабка постоянно садилась в окно короче у неё окно всегда нараспашку было и она садится такая короче мы по газону бегаем а такая блять не бегайте показал а где еще бегать даже не газон это просто сорняки короче у нас с картошкой короче кидался мне еще была собака татошка по-моему звали как из из сказки это собаку короче она почему-то по ночам отпускала гулять, и она по всему двору бегала. Мы просто спать ложились. Час ночи она. Она еще такая маленькая, такая волосатая, мерзкая. Но она, видимо, с собакой-то гавкала, потому что ей, ну, страшно было, как я понимаю, ночью. Она ее просто отпускала. Иди гуляй. Иди гуляй, Татошенька. И она бегает, бля. Просто вот эта бабка, конечно, ну, у нее вообще блядь, ну, с головой не в порядке было. Люди нашли и вернули. Она постоянно на нас прыгала, потому что мы просто по газону ходим, блядь, которые все ходят. Блядь, ну, вообще. А паспорт на месте? Паспорт на месте? Не переживай. А вот кошелька нету. А теперь ты не хочешь у меня спросить, где ее нашли? Ну и где же ее нашли? У твоей соседки. За скамейкой, которая стоит на улице, прямо в траве. Вот так-то. У Валентины? Да. Так это же не мои внуки, это точно. Там же любой чужой человек мог подойти, бросить, и все. Это не мои внуки. Ну, таких выводов я делать не собираюсь. Почему? Пусть полиция разбирается. Не, давай логично. У нее выхватили сумку какой-то человек, да, маленький? Ну, пиздюк какой-то, да, подросток. И побежал в их переулок. И она подумала, что это соседские дети. Однако, нашли же в этом переулке сумку. То есть логично же, что просто левый чувак хотел дернуть сумку, дернул у нее сумку, побежал в переулок, понял, что это переулок, избавился от сумки, перелез в забор, съебался. Логично? Логично. Ну, соседские дети, а че они не у себя дома... Вот, бля, охуенно, наверное, совершать преступление и возле своего дома улики оставить. Прям, прям по соседству, нахуй. Конечно, я верю. А, так я верю. Ты какая полиция? Ты с ума сошла? На! Верю, верю. Логично. А ты что думаешь? Я оставлю преступников безнаказанными вот сейчас? Иду в полицию и пишу заявление. Все. Я понимала, что Рая не шутит. И что завтра весь город может показывать на меня пальцем, что мой внук вор. Я была в ужасе, я не знала, как я буду смотреть... Ну, это смотря какой вор. Ну, вот он крадун, да, по факту? Ну, если вором станет. И даже если я докажу не винову с моих внуков, какой вор, бля? Так это же будет позор до конца дней. Рая! Рая! Че ты обоссалась? Че тебе полиция-то сделала? Полиция без основания, че тебе, блядь? Ну, подожди ты! Постой! Может быть... Может, из-за того, что она так парится, может, она сама и спиздила? Какая полиция? Стой, стой! Рая, Рая, давай подумаем! Да она сама спиздила, посмотри на нее, блядь! Скажи мне, можно решить как-нибудь... Ходят фартуки, думает самым умным, так она и спиздила, блядь! Девным путем, а? Скажи мне, сколько там у тебя денег было? Три тысячи с мелочью, как раз... Сколько, блядь? Да пошла ты нахуй! В жизни не отдам, блядь! Рая, Рая, пожалей ты меня! Опа! Знаете, из-за ее кошелька! Она такая, Рая, Рая, давай я тебе отдам! Все, просто ее кошелек достает, который спиздил, такая, сколько там, вот-вот-вот, держи, коллеги! За моральный ущерб тебе, Раечка! Подумай! Может быть, не нужно идти в полицию! Понимаешь, мы же с тобой столько лет вместе! Дети нашли, росли и вместе! Я не хочу этого позора! И мы же им с тобой схоронили! Рая, не надо! Ну ладно, не ливи! И никуда я не пойду! Сюда, мне жалко! На старый... Никуда я не пойду! Сюда, позор такой! А парней твоих пороть надо! Умуратом учить! Да, да, пороть, блядь! Я их пороть буду! Отпорю! Я уже не знала, что думать! После разговора с Раисой я уже усомнилась в невиновности Миши! И я подумала, неужели моя любовь к нукам мне закрывает глаза, что я ничего не вижу вокруг! А они этим пользуются! Филисты в деревне! Ха-ха-ха! А может, ее бабка наебала, прикиньте? Может, она просто наебала ее? Откуда, да, нам знать, что она эту сумку сама не спрятала, сама потом не нашла и не сказала, что у нее там, ну, кошелек пропал, типа? Вернувшись домой, Анастасия устроила Мише настоящий допрос с пристрастием. Опа! Наконец-то ты можешь мне рассказать всю правду! Да рассказала тебе уже всю правду! Всю, да не всю, скажи! Это ты взял сумочку в рай? Опять по поводу этой сумки? Десять раз сказал, что даже я ее в лицо не видел! Скажешь и одиннадцать! Скажи, как эта сумочка попала вот под скамеечку Валентины? А я откуда знаю? Видя искренность внука, Анастасия усомнилась в своей правоте. Ну, ты скажи, я не понимаю, тут же все сходится! Подросток убежал в наш переулок, побежал в наш двор, бросил сумочку, вот завалил скамейку, ну! Да не брал я твои сумки! Мы с Гришей ночью, чтобы залезть на крышу! И твоей Раисой и ее сумки мы даже не видели! Так это, наверное, и Гриша сделал! Пока ты там по этой крыше двигался, Гриша сбегал, вырвал сумочку и спрятал! Да, иди с самовара попей, успокойся, ты просто чушь несешь! Гриша на такую не способен! У меня гора с плеч свалилась, когда я поняла, кто украл эту сумку! А я еще подозревала своих внуков! Все, блядь, это Гриша! Ведь только ребенок, подверженный таким вот азартным играм в 15 лет! В 15 лет, блядь! Он подвержен и другим порокам! Да, да! Он, наверное, еще убивает наркотики! Раз в карты сыграл, ты охуел, блядь! Ты гнида, блядь! В карты сыграл! Наверное, наркоман еще, блядь, наверное, еще! И это проститутка, блядь! Конечно, все пороки ему, блядь! Внуков Анастасия решила пойти к Грише домой и поградить с мальчиком на чистоту! Гнида, блядь! Однако, подойдя к калитке, она увидела его мать! Анастасия вышла к ней и рассказала об истории с ночным ограблением! С черенком по голове! Ваш Гриша! Валерий прямо заявил Ирине, что нападение на Раису мог совершить ее сын, Гриша! Да как вы можете, Анастасия Игоревна? Мой Гриша? Отнять сумку? Да он никогда в жизни на такое не решится! Или вы про яблоки вспомнили, правильно? Теперь на него все будете валить? А какие яблоки, блядь? Они еще и яблоки воровали? Блядь, да это отморозки! Это настоящая криминальная ячейка общества, ребят! Нет, я не вижу... Яблоки пиздили! На крышу забирались! Да вы что, ебанулись, блядь? Напасть, началась! Я вам рассказывал, как я пиздил, эти... Ежевику пиздил, и в меня солью стреляли! Нет, мы не болели! Блядь, она была такая... У нас на даче дед такой есть, смешной, блядь! Крутой, блядь! Ну, по-моему, вообще спился жестко, блядь! И мы, короче, увидели у нее ежевику, хотели спиздить, и он по нам с солью пиздили! Да, в жизни я не поверю! Вы моего Гришу не знаете! Больно было пиздеть! Ну, Ира! Ирина мне сама напомнила, как в прошлом году... Мне в жопу попал я в забор, перепыгнул, блядь, просто одним шагом нахуй! Поймали? Когда он воровал в чужом саду яблоки? Странно! Она так спокойно к этому отнеслась! А еще учительница! Рассказывал, да? Такой человек, если где-то однажды своровал, и неважно... У меня папа в крапинку, фиолетовую вся жопа была! Вот он, Питер, не отказа не было! И что-то другое! Значит, он подвержен этому! Значит, другой расход... Ну, мужик смешной, мы постоянно проходили... Здрасте, там, я не помню! Дядя Коль! Дядя, вот такая хуйня! Уже можешь спокойно с вами! Вернувшись домой, Анастасия действительно застала в гостях у внука Гришу! Женщина решила поговорить с мальчиком прямо! Умер? Да я думаю, да, он пиздец старый был, пиздец! Бабуля, это же просто блинчик, мы же не на желание играем! Ну, как-то забивают в ружье, короче! Страшно, блин! А ты, Гришенька, скажи, куда ты дел ворованный кошелек? Ну, что ж ты молчишь? Признавайся, стесняешься! А когда ты ночью ограбил пожилую женщину больную, ты не стеснялся? Говори! Тебя единственное, что сейчас может спасти от колонии, это признание! Вы че? Какой колонии? Ну как? Ты не понимаешь, что это уже не шалости? Это же преступление! Но ведь тебя будет заведено уголовное дело! Опа! Если ты не извинишься перед Раисой и не отдашься деньги... Ты посмотри, блядь, как давит, да, на ребенка? Бабуль, я же говорил, что Гриша ни в чем не виноват! Опа! А ты помолчи за... Это он виноват, видите? Щитник! Помолчи! Ебло виновное! Ты должен отнести деньги и извиниться перед Раисой! Анастасия Игоревна, я вам чем хотите покляться могу? Я этой сумки с деньгами в глаза не видел! Мы же на крыше с Мишей были! Мы же вам все... Но он что-то волнуется, да? А на крыше был? Миша что-то на очко сел! Мишенька, ты где-то прятался! Ты же убегал! И кроме тебя эту сумку взять было некому! Верни деньги Раисе Владимирне! И извини, чтобы она не заявляла в полицию! Все, Миша... Форточника порядочного! Вора, блядь, нахуй! Даже когда мы пошли яблоки воровать! У него звезды на плечах, с ним так не разговаривают, слышь! Мы еще уговаривали, чтобы он с нами пошел! Ты что, тоже воровал яблоки? Он не воровал, у нас спор был! Надо было взять по три яблока! Три яблоки, Мишенька! Какой ужас! Бля, воспитал уголовника! Да, это же вы могли узнать все соседи! Да что, какое счастье, что никто не узнал! Бля, три яблока спиздил, пиздец! Знали они, потому что Гришка не сказал! Они его одного поймали, и он сказал, что он один яблоки воровал! Признание Миши меня просто поразило! А я еще нападал на Гришу! А тут родной внук лазил по чужим тадам! Да? И я все-таки решила извиниться перед Гришей! Ну, конечно, я говорю, у него звезды на плечах, на коленах, блядь! Прошло несколько... С ним так базарить нельзя! В доме Мартыновых все было спокойно! Миша и Гриша часами пропадали на улице, играя в футбол! А младший внук Анастасии и Саша предпочитал прогулкам спокойно! Ой, ребят, что, ждем сегодня? 18.00, верное средство! И занятие дома! В тот день Анастасия и Миша отправились на рынок за картошкой! В этом году так, цены на картошку... ОПГ, воры в яблоке! Яблоки, пиздец! Кто на даче не пиздил яблоки? Я согласен, не особо порядочное действие, я полностью согласен! Ничего в этом хорошего нету! Ну и ничего плохого прям такого, типа, наверное, уж нет! Да, блядь, да все, все дергали яблоки! Ну кто не дергал? Думают, когда заламывают эти цены, а? А своя не выросла! Ну, бабуль, ну это... Вот бывает, когда прям на грядки залезают, это неприятно! Грядки топчут, есть... Ну мы сами, ну ладно, мы сами, когда пиздюками были, мы сами такую хуйню творили! Ну это не круто, блядь! Но яблоки дернуть, да никому не жалко вообще! Она всегда дорогая была! Ну, и бензин цены поднимаются так же, на продукты тоже поднимаются! А вот мы поднимались так... Ну вообще, обычно ты просто к бабушкам, вот в деревне всегда так... Бабушка, видишь, бабушка в огороде что-то копается, подходишь... Бабуль, дай, пожалуйста, пару яблок! Никогда не отк... Нет ни одной бабушки, блядь, на свете, которая живет в деревне, ты подходишь и говоришь, бабуль, дай яблоки, она не даст, блядь! Ну вот ни одной нет такой бабушки! Они наоборот... Она тебе еще и пирожков нахуячит, ну, по мере возможности, да? Пенсии, зарплаты, а то в магазин это страшно заходить! Мы, кстати, бабуль, чего хотел тебе сказать, а вот у Гришки был недавно... Ну вот ежевику, вот мы спизли, потому что нигде ее не было, блядь, вот ее мы хотели спизить, но я поел хорошо, с ссорью, так скажу, блядь! У меня такая новая радиоуправляемая машина появилась, просто такая офигенная! Миш! Ну ладно, я вот что-то... Опа-опа, че-че-че еще раз? А то в магазин это страшно заходить! Вот мы поднимались так пенсии, зарплаты, а то мы... Что-что-что-что-что, деньги у нее появились? Цены поднимаются так же, на продукты тоже... Ну это же картошка молодая, она всегда дорогой была, ну и бензин... Цены поднимаются так же, на продукты тоже поднимаются... А вот мы поднимались так пенсии, зарплаты, а то в магазин это страшно заходить! Кстати, бабуль, что хотел тебе сказать, а вот у Гришки был недавно, у нее такая новая радиоуправляемая машина появилась, просто... Откуда она появилась, расскажи нам, блядь! Такая офигенная! Миш! Ну ладно, я вот что думал-то, у Саши скоро же день рождения? А когда он эту машинку-то увидел, она ему так понравилась, может, ее подарим? Только, знаешь что? Проблемка есть одна, она очень дорогая, но наши родители скоро приезжают, может, деньжат подкинут? Подкинут, пошли! Слова внука, что у Гриши появилась какая-то машинка дорогущая, меня удивили! Я же знаю доходы этой семьи! И вдруг такая дорогая машина, откуда она? А у семьи нет вопросов, блядь! Ну, там мы тоже с мамой, допустим, не особо богато жили, у меня что-то появляется новое такое, дорогое, она такая, откуда у тебя? Я такой, ну, вот так появилась, она такая, ну ладно, мне ж, я же мать мне поебать, в принципе, откуда у моего ребенка появляются дорогие вещи? Я уверен, в его семье просто похуй, так что нормально? Здравствуй, Гриша! Миша в ванной, скоро выйдет! Смотри, сари, сари, сари! Здравствуй, Гриша! С пятнышком белым, сари, блядь! Картошечки хочешь? Ты же такой не ел, блядь! Ванной, скоро выйдет! А что ты его испугала, блядь? Ты что, котенка отгоняешь, блядь? Ему наоборот, я в тик-токе смотрел, чтобы котикам, с котиками быть намного ближе, да? Чтобы они чувствовали себя, ну тебя, своей стаей Когда ты готовишь, надо, короче, каждый кусочек, вот он сидит, смотрит, да, что ты режешь Ты берешь огурчик, допустим, подносишь, ну огурчик не стоит, им не нравится Ну что-нибудь, картошечку, он все равно ест не будет, и ты ему показываешь, типа он Понюхал, ты дальше режешь, чтобы ему интересно было, чтобы он, ну, поняли? Ребят, берите, берите на совет, если вы смотрите, ну, если ваш кот смотрит, как вы готовите Давайте ему все понюхать, вот что ему интересно, на что он смотрит Давайте ему понюхать, чтобы он был максимально увлечен в этот процесс, я вам серьезно говорю И тогда он на стол запрыгивать не будет, и так далее Будешь? Да у нас сегодня пирог яблочный Нет, спасибо, мы только что поужинали Бля, и котик убежал Бля, и котик убежал Ну, эту радиоуправляемую, она, знаешь, какая дорогущая? А, так это не мамка, это я сам в карты выиграл Судя по всему Ну вот это уже странно, блядь, да Лиша даже не понимал, что он делает что-то нехорошее И он так спокойно говорил об этой игре в карты И ничего не понимая Ну это странно, блядь Это же какой-то ужас, играть на какие-то дорогие вещи И как Ира могла на это все смотреть сквозь пальцы? Блядь, это странно, блядь Ладно Я максимум в карты, ну, в больнице пирожок выигрывал, знаете, там, печенье Ну вот такая хуйня Знаете, на мелочи играешь просто для интереса, типа Ну, блядь, прям бабки я никогда не поднимал Прям поднимал А, ну и сигареты, постоянные Вот сигареты, на сигареты я любил играть Я же еще мухлюю жестко, блядь И обычно биту к себе кладу, короче, поближе И туда скидываю ненужные карты Из сигареты я вот постоянно у мужичков всяких выигрывал Это да, блядь Чего, понятно, ты нам даже еще ничего не рассказал Чего такое случилось-то? Гриша больше в нашем доме не должен играть Почему? И никаких возражений На улице ты встречаться с ним тоже не должен И прекратить с ним всякую дружбу А что тебе, Гриша, такого-то сделал, а? Ебать крыс Не крыс, а просто, ребят, я так выживаю Я ни в чем не обвиняю У меня папа так играет, значит, правильно играет Это знаете, когда, короче, как меня научили жильдить Мне когда голову, короче, пробили Когда мне голову, короче, пробили Я вот в описке рассказывал Я с отрясением лежал, короче, в 15-й горбольнице Она сейчас онкология, короче, там Вот, в Казани И там все, все с травмами приезжали В основном зэки, короче, я вам серьезно говорю Я лежал в палате, у меня было два зэка Прямо из тюрьмы, если я не ошибаюсь Прямо из тюрьмы они вроде бы Или они вне тюрьмы Ну, по-моему, они прямо из тюрьмы Вот, и один, короче, военный Как-то голову проломился тоже Вот, и у нас был, короче, в палате Самый старший мужик, зэк Аркадий его звали И вот он меня всему научил, блядь Жильдить, хуйльдить, короче Вот он, ну, вообще, он играет в карты Прямо мега профессионально Он весь забитый, поняли, своими перснями Вот этими блатными Ну, такой мужик Ну, вообще, очень добрый мужичок был Пиздец С ним так приятно было Он такой опытный, пиздец Все видел в жизни Вот, и он меня научил Он мне, блядь, объяснял Всему прям, да-да, ребят Ну, он мне объяснял, как сбрасывать карты Как в рукав засовывать, короче Все-все объяснял Еще охуенный мужик Я еще, короче, в пятнашке Ну, в этой больнице Чем я вообще хорошо на Сиге себе мутил Я спиздил, короче Ну, я это осуждаю Я просто так в ГТРП рассказываю Как это было, ребят А, это в игре было Не в жизни Ну, ладно, рассказываю, как я в эту игру играл Вот Я у главврача, короче Ну, не у главврача У врача украл карту Там просто все этажи Каждый блок закрыты дверями И ты, короче, можешь Ну, по карточке только выйти Я спиздил эту карточку И в магазин бегал Че, не верите? Я вам серьезно говорю Не, я вам отвечаю И мне просто мужики давали, типа, на, ну, там Купи сигарет Там, чай, ну, вы поняли Конфет Ну, вот что-нибудь такое К чаю чего-нибудь, типа И с дачи себе заберешь Я вот так вот, типа, мутил Вот так, блядь Не, вообще охуенно там был Ну, только первые два дня страны было Я бредил, пиздец А так, наверное, правильно было Ну, это в игре было, да Это компьютерной игре было GTA, по-моему, называется Неудержим Че ты за ерунду, бабуль, ты такой говоришь Он играет в карты Не меньше, чем другие ребята Значит, и с другими не будете дружить Бабуль, наши друзья Это наши друзья Если мы хотим с ними общаться Мы будем с ними общаться Правильно Ах, так Да, так Ну, значит, завтра Как тебя не спалили Да там всем поебать Ну, особенно на ребенка Поебать всем Я просто переодеваюсь Из палатной, типа, в уличную одежду И выхожу спокойно, аккуратно Ну, главное, чтобы Перед персоналом не выйти, и все Через главный ход Они вас приедут и заберут И имеют на это полное право Ну, и пожалуйста Пускай забирают нас Хм Бабуль Бабуль А ты уверен, что он такой Он же хороший Честное слово А ты закрой ебло, блядь Ребенок Сашенька Дорогой ты мой Ты еще не знаешь жизнь И не разбираешься совершенно в людях Ты еще не пожил, блядь Понял, нахуй Ты еще мал и глуп И не видел больших залуп Так что ебало свое Закрой детское место Чувствовал никакой вины В конце концов Это же Гриша приучал Мишеньку Она лучше все знает Как жить, блядь Понятно И я так думаю, что и сумку Это все-таки Именно Гриша взял Да? Бля, пока неинтересно вообще На следующий день Анастасия возвращалась домой Ну, хотя с машинкой Интересно Не успела женщина Зайти на участок Как к ней буквально Подлетел старший внук Миша Саша не ночевал Той ночью дома Ты что придумываешь? Говори по-человечески Я не придумал Ребенок маленький Пенсионер Кураю ограбили Саша, как ты думаешь Дома не ночевал Ты что? Так уж совсем пиздюк, блядь Готов ради того, чтобы Дружить с этим Гришей А клеветать родного брата В совести у тебя нету Бабуля, вы видели ночью На улице? Аня, сестра Гриша Она возвращалась поздно От подруги И увидела Сашу Нет, ну как она Могла его увидеть Когда я видела Что он спал ночью? Нет Это все вранье Бабушка, это не вранье Вот если ты мне не веришь Иди кай, не спроси у нее Словами... Там же вообще шкет, реально Как он может воровать? Как у него вообще Ну Селенок хватило Вырвать сумку Что за хуйня? Мне абсолютно бескуражили Я ни на минуту не сомневалась Что он наговаривает на брата Ну чужая, аня, что как у нее Аня, а она взрослая девочка На таких играх не участвует Неужели это мой младший Внук Саша Напал на Раису? Диму лет 12 Да, что ж, че ж, че ж Не имеет никакого отношения К нападению Опа, ебас Сидит на Заточку делает Тобойно расспросить Обо всем младшего внука А ты знаешь Я там сегодня на улице Сережу встретила друга твоего Так он о тебе Я спрашивал Точно Мы же сером договорились Завтра в кинопатии Надо ему позвонить Ну ничего, я сейчас Довожигаю и пойду Позвоню Сашенька, ты мне скажи А вот почему ты Так рано лег спать Когда вы приехали с Мишей? Не знаю Ну, захотелось Устал, наверное, очень сильно А ночью Ты никуда не выходил на улицу? Да не помню Да нет, кажется Да я обычно ночью училась Не встаю никуда В смысле, да не помню То есть это нормально У тебя процесс? Да ебись, да ебись До каждого слова А это нормально у тебя процесс Чтоб ты не помнил То есть ты Настолько часто выходишь Ночью на улицу Что не помнишь Какой день выходил Какой нет Или как это получается? По-моему, дети В твоем возрасте Как бы помнят Где они каждую ночь находятся Дом, блядь Не ухожу Даже в туалет, а что? И всю ночь спал Ну да Да Интересно Чего-то Аня Сказала, что тебя видела Ночью Около своего дома Чего? Где? Не-не-не Правильно Надо очную ставку Надо наоборот сказать Твой друг тебя сдал Вот такая хуйня Короче, сейчас такая ситуация Твой друг тебя сдал Он сидит в соседнем кабинете Он тебя сдал Короче, все на тебя повесил Он тебя кинул Либо ты сейчас Даешь показания, как все было И мы делим на вас статью Либо Либо ты один отъезжаешь Потом он такой Короче, все Это он Это он придумал Я реализовал Ты такой Хуяк Совершение преступления Группы лиц Сразу им накидываешь Намного больше Чем они должны Блядь отсидеть И все Нахуй Готово Хуяк Дело закрыто Пошла Погона есть Поехали Я тоже так думаю Она что-то явно перепутала Поговорил с Сашей Я поняла, что он говорит правду Все-все, классика Я так думаю, что Миша и Гриша Переводят на него специально Ребята, преступления Совершенные группы лиц Намного больше сроков дают Чем Ну, по Этот По сговору Типа, да Заранему Ну, когда заранее Сговорились Типа Дают намного больше срока Чем Если один на себя вину берет Такая хуйня, блядь Не считая вышки Когда вышка Тогда делится Лечь спать Она услышала крики Доносившиеся из комнаты мальчика Так, так, так Что тут произошло? Да у тебя внук, придурок Да пошли Это дурань Да что-то вы тут разошлись Для полного счастья У тебя внук, придурок, блядь Что произошло, почему вы молчите? Что вы в рот воды набрали Это ты? Миша, это ты напал на Сашу? А что сразу Миша-то, а? У нас Саша, наверное, тихонь Да, ничего не может сделать? Да Да Ты мне скажи, что ж такое могло произойти Что вы устроили вот такую разборку Неужели нельзя было просто спокойно разобраться? Вот из-за этого я с Гришей не могу общаться Потому что ты мне запретила Да Да вот он ходит ночью по улице, а не я А может он и бабы рай Сумку отобрал ночью Кто знает? Может нас не подставил Да чего ты врешь? Не ходил я ни на какую улицу Это вы все придумали А может быть он еще и убивал Вот я вот думаю Меня поразило А может он киберпреступник А может быть он кардер Может быть он Может быть он глава преступной группировки А может быть, бля Охуенно Поэтому я ему дал пизды Может, ну, а вдруг он маньяк Зачем вы избили человека? А вдруг он маньяк? А вдруг он воровал, бля Кик драма, кик драма Просто, бля, какая дурка Мне эти персонажи просто выбешат Какие нелогичные Я просто хочу наебашить всех Но самое большое, что меня поразило Это то, что они дрались из-за этой сумки райной Он капал, да-да-да, капал Либо Дон, бля Хороший артист Они друг друга обвиняли Но кто все-таки, а? На следующий день, когда Анастасия выходила из дома Ее откликнула соседка Тася Бля, ебать нахуй, ебать Как в фильме «Домой», как в «Джентльменах» в начале Когда чувак домой заходит Свет включается Он сидит с бокалом Такой, я тебя ждал А что это? Деньги твои Мне чужого не нужно Кошелек-то мой Нашелся Где? Соседка твоя Вернулась от дочери, глядь А в ящике кошелек Ну, по пенсионному удостоверению Меня и разыскала А как же он оказался в ящике у нее? Обратно вернули Да, думаю, твои внуки подбросили Ну, вообще, это логично Потому что это же дети, учитывая Детей всех на очко посадили Что, ну, дети, которые совершили это Почувствовали, что Что их раскрыли, да, практически Чуть-чуть осталось И подбросили обратно кошелек Ну, это чисто вот эта детская хуйня, короче Испугались полиции? Да, да, да Вот это детская Это очевидно, что это дети сделали Если бы преступление совершил взрослый человек Ну, вот Ну, я бы на месте Я бы, конечно, такого в жизни не совершил Ребят, осуждая максимально Но я бы так не сделал Если бы на меня начали добираться Я как можно дальше прятал И сумку, и хуйню Значит, все-таки это Один из них Я бы сумку, нахуй, утопил бы Ой, господи Да не убивайся ты так А это детская хуйня Взять обратно ее подкинуть Это глупо Главное, что они осознали Не пугались того, что натворили Ну, вообще, да Это даже очень хорошо Теперь на всю жизнь запомнят О воровстве и думают Забудут Вообще, да, есть в этом влоге Ну, хватит, хватит В ту ночь Анастасия никак не могла уснуть Раздумывая о внуках Неожиданно она услышала подозрительный шум Доносившийся из прихожей Женщина обернулась и увидела, как ее внуки Один за другим вошли в дом с улицы Саша уже успел пройти в комнату Увидев Мишу, Анастасия остановила его А вы почему не спите? Что вы шляетесь по ночам? Мы хотели свежим воздухом подышать Свежим воздухом? В час ночи? Да вы что, мало вам дня было? Говори, что вы задумали опять Куда вы собрались? Комнать очень душная Но мы решили писать около дома на лавочке И я опять засомневалась Но это не дело же ходить по ночам И Миша как-то не уверен Говорил, чувствуется, что он варил Нарики, блядь, чешок Ну кто же из них это все сделал? Один или другой? Да, да, я в этом самом нахуй В паранормальных явлениях такое видел Что у них целая банда Миша, ну ты все-таки мне расскажешь Как же Сашенька оказалась опять ночью на улице В одних трусах Как, как? Встал с кровати, ну не пошел Нет, мне кажется, ты... А, типа пиздюк, пиздюк лунатик Открываешь А ты вот взял и тоже встал, но ты в одежде Бля, треугольники в чат, это какая-то хуйня Баба, чё тебе? Нет, ты давай не мяч Чё тебе ебет Баба, тебе чё ебет? Вари, что я себя должна все вытягивать Клещами, говори, ну мне Ну поругались мы сами Чуть-чуть Вот он встал, обиделся и выбежал Поругались чуть-чуть Это ты довел их до такого состояния, что он Ночью встал на улице Ну ты же знаешь, что это опасно Мало ли что с ним могло случиться Пиздюк грузит вообще Ну вот мы поругались А если бы он уже... А если бы... А если бы... А если бы... Пиздюк просто, да? Просто информацию Заткнись чуть-чуть Чуть-чуть Бля... Чихо-тихо-тихо-тихо Бля, успокойся Бля, я тоже сразу устал Только оделся в отличие от него И побежал тоже за него Скажи, вот вы поругались Это опять из-за грыжи? Да нет Грыжи Ну, как-то нет. Я фильм смотрел, а он книгу читал. Он попросил меня сделать потише. Ну, я ему сказал, уши заткни. Ой. Ну, я попросил у него прощения. Я не понимаю, почему мальчики ссорятся. Они раньше тоже приезжали, но никогда таких ссор не было между ними. Из-за чего они так ссорятся? И я так подумала, что это все из-за этой райной сумочки. Может, один кошелек этот бросил в почтовый ящик, а другой злился за это на него. Так, так, ну, пока интересно, пока что... Вот теперь интересно. В доме Анастасии раздался телефонный звонок. Женщина сняла трубку. Звонила старшая сестра Гриши, Анна. Это я узнала, конечно. Да ты что? Ну, не может быть. А? А ты хорошо разглядела? Да. Что там? Девушка рассказала, что прошлой ночью услышала шум в комнате брата. Заглянув в приоткрытую дверь, Анна увидела странную картину. Саша в трусах сидел на ковре и в полголоса говорил что-то невнятное. Потом... ...взял со стола стакан воды и вылил его прямо на пол. Ну, это... ...прямо на пол. Это же не может быть. Это же... Это же просто какая-то катастрофа. Утром Анна сообщила брату, что ночью все видела и потребовала объяснений произошедшему. Гриша признался сестре, что Саша токсикоман. На нюхавшись каких-то ядовитых веществ, мальчик... ...впал в полубессознательное состояние и делал странные вещи. Я была просто потрясена. Как это, Сашенька? Такой благополучный мальчик попал в эту ловушку. Я не знаю. Может быть, Миша знал, но не хотел не ябедничать об этом. И я решила, Мишу обязательно об этом... Нет, ну токсикоманы это вообще жестко, бля. Я тусовался с токсикоманами, без шуток. Спасибо. Ну я сам чуть-чуть, ну вот, блядь... Ну ладно, не буду рассказывать подробности. Это совсем... Это яд пиздец. Но у меня были знакомы, они вообще детдомовцы. Без шуток, прямо из детдома. Вот. Они клей нюхали. Я вот клянусь, бля, руку на сердце. Никогда клей не нюхал вообще в жизни. Потому что такая ядерная хуйня. Просто пиздец. Но у чуваков, без шуток, вот у детей были реальные проблемы. Прям пиздец, реальные проблемы. Они от этого клея просто не... Да, там в 12 лет, короче, дышали этой хуйней. Это пиздец. Ну то есть там от него зависимость. Я не знаю почему, но просто невероятнейшая, блядь. Вы мне должны сейчас все рассказать. Что вы делали сегодняшний раз? Выглядит это все мерзко там. Ну вообще жестко. Один я помню, даже помню. Ну я совсем еще сам пиздюк маленький был. Мне было лет 13. И, короче, мы стояли в какой-то лесопосадке. И один чувак настолько сильно, короче, клей нанюхался, что упал в сугроб и не мог встать. Прикиньте, он обморозился, короче. Жесткая хуйня, пиздец. Нет, ну вы рассказали, все не так. Ну детский токсикоманизм, да, это пиздец. Вот это опасность пиздец вообще. Лютая. Что она тебе рассказала? Ну, она рассказала, как вы себя вели, она все видела. А ты что молчишь? Ну расскажи мне про свое увлечение, расскажи. Что, что рассказывать, бабуль, ты так все знаешь. Зажигалочку дать, бензинчик от телевизора. Я не был ночью. Спал. Спал. Да не ври же ты мне, наконец-то! Что ты врешь? Ну, я правда говорю, я спал. 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 Каким ты хочешь казаться хорошим, прилежным? Читаешь все. А на самом деле совести у тебя нету, Саша. А ты что молчал? Почему ты мне не сказал об этом увлечении? Я не думал, что об этом надо говорить. Как? Ты не думал, что мне надо рассказать, что мой внук Саш токсикоман? Мой внук Саш токсикоман? А, понял. Кто тебе это вообще сказал? Что это за бред? Лунатик 100%? Мне Аня рассказала, что вы ночью делаете. Но если, блядь, но если финал будет такой, что оказывается, что младший ребенок не токсикоман, а лунатик, и под лунатизм он отобрал сумку, это самая тупая хуйня на свете будет, которую я слышал от Вича. Это самая идиотская. Конечно, да, чувствуется, что к этому финал идет, но если так будет, это полнейшая хуйня. Лунатик отобрал, блядь, обворовал под лунатизм, ну, пока лунатил, а обворовал бабку. Это просто, блядь, какая хуйня. Блядь, не смейте так сделать, блядь, это чушь пиздец, блядь. Дома, что наш Сашенька там бегал, прыгал, кричал, воду на ковер лил. Баб, Сань, ты не токсикоман. Он просто бутылку пиву где-то купил, его развезло. Чего, блядь? Я уже встретил до подъезда Гриши. Еще лучше, блядь. А, ну тогда ладно. Он просто дунул немножечко, блядь. Ты че несешь ему? Двенадцать, блядь, какое? Ну подумаешь, пивка попил, че, ебнулся, блядь. В одних трусах он уже там был. Блядь, че-то мутит, короче, хуйня какая-то. И мы привели Саньку домой, пока все спали. Ну, чтобы он проспался. Так он не употребляет эти запрещенные вещества. Так токсикомания, ну, как бы, вещества-то не запрещенные. Даю честное слово. Тем и опасные, лежухи. И то один раз. Пиво. Ну это же тоже ужасно. Думай, блядь. Ну это же, ну, тоже же ужасно. Блядь, ему двенадцать, вы что, угораете? Ты должен знать, что наш дед был... А, ну пиво. Я-то думаю, он клинюхает. Не, он пиво пьет. Фуф. Фуф, лучше уж двенадцать пива пить. Да что за чушь, блядь. Я склонил к этому делу. А вдруг у Сашеньки вот эти наследственные гены к алкоголизму. Ой, у меня мать так же горела, блядь, чушь, блядь. Ты мне молчал, не рассказал. Блядь, сегодня быстрее бы, нахуй, пивка пойти хлопнули. Все. Бабуль, ну как это ты себе представляешь? Я не хотел братцую подводить. Это как-то подло. Я, конечно, с облегчением вздохнула, что Сашенька ничего не нюхает. Но только это история с пивом, конечно. Не зря говорят, в тихом омуте. Я решила с Сашей очень серьезно поговорить. Один на один. О, нихуя. На кулаках или на говне? Поздним вечером Анастасия ждала возвращения. Сори, 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 у телефона кнопки вот такие, нахуй, сори, блядь. Просто, чтобы вот так набирать. Берешь трубку, снимаешь. Все, алё, блядь, сори, кнопки, нахуй. Поздним вечером Анастасия ждала возвращения внуков с прогулки. Реально, чтобы вот так кнопки набирать. Пиздец, сори, просто. Собежал перепуганный Миша, и мальчик стал бессмысленно метаться по комнате. Что случилось? А вот, прет, прет. Где этот чертик телефон, куда он подевался? Быстрее, найди мне его. Что случилось? Это там, Сашу сбило машину. Весь, хори, быстрее, телефон звонит скоро. Это было похоже на страх. Вот он. Нашли сонка. Бля, какая хуйня. Вон, телефон на столе лежит вот с такими кнопками. Вот с такими. Больше, чем моё ебало. Посмотри, вон. Это сбегает, смотри. И начинает в ящике телефон домашний искать. Ты, блядь. Бля, они точно таксикоманы, но это пиздец. Ну вот с такой головой, нахуй, жизнь. В течение внуков с прогулкой. Смотри, где еще телефон? Смотри, смотри. Неожиданно в дом вбежал. Смотри, смотри, где телефон? Я не могу, у меня сейчас жопа взорвёт. Смотри. Под газеты муж завалял. Смотри, блядь. Миша, мальчик стал бессмысленно метаться по комнате. Что случилось? Что случилось? Я не знаю, где этот чёртник телефон, куда он? Вон там, блядь. Глянь немножечко. Поднимался, быстрее. Повнимательнее немножко. Что случилось? Это там Сашу сбило машину. Он весь хорит быстрее телефон. Они скоро... Это было похоже на... Нашёл, блядь. Пиздец, дурка, блядь. Пиздец, дурка, нахуй. Ваши сон, когда мы бежали к раненому Саше. Он лежал на асфальте, распластавшись, ручки в сторону. Голова на бок. Он такой беспомощный, окровавленный. Я подумала, что он умер. Блядь, жёстко, блядь. К счастью, скорая помощь приехала вовремя. В тяжёлом состоянии Сашу доставили в больницу. Всю ночь врачи боролись за его жизнь. Нихуя! Я не отходил от кровати внука ни на шаг. К утру кризис миновал, и Саша стала лучше. Врачи сумели уговорить женщину пойти домой и отдохнуть. Слава богу, хороший врач. Блин, баб, я так испугался. А ты что, всю целую ночь здесь был, перед больницей? Ну, меня же в реанимацию не пустили. Я просто не могу себя вглазить. Уже конец, прикиньте. Как это связано всё? Как связана сумка, машин? Украли сумку. То есть, получается, украли сумку у соседки, вернули. Потом этих видели ночью, которые залезали на крышу. Мальчик ведёт себя неадекватно, и он ночью тоже не ночует, короче. И слухи о том, что он неадекватно себя ведёт, и теперь его сбивают. Как это всё, блядь, связано? Замёрз? Наверное. Я отвечаю, если финал... Они так закрутили, если финал будет говно, у меня жопа лопнет. Ну, ладно, пойдём домой, немного отдохнём, а потом опять к Саше поедем. Мишенька, ну скажи ты мне, ну что случилось с той ночью? Ну почему наш Саша опять был на улице и опять почти раздетый? Миша признался бабушке в том, что Саша страдает лунатизмом. Парень догадался об этом в ту ночь, когда брат отправился на улицу почти раздетым. Миша осторожно пошёл за ним следом и привёл к Грише. Он хотел показать другу брата в таком состоянии и вместе повеселиться над забавным поведением Саши. Синь не знал, что так всё получится. Из-за своей глупости, из-за развлечения. Ты же чуть не погубил своего брата. Я не могла примириться, что Миша был способен на такую жестокость. Ведь он же любил брата своего. И ради своего такого-то удовольствия, баловства, вот он так рисковал жизнью своего брата. Ну, единственное, что меня успокоило, что Миша был ещё сам ребёнком и не совсем понимал, что он творил. Сумка, сумка, что? На следующий день Анастасия отправилась к Раисе. Узнав правду, она посчитала своим долгом объясниться с соседкой. Опять будешь выгораживать своих сорванцов? Ой, Таисия, да за такие проступки их пороть надо, как сидоровых коз. Да тебе просто, тебе лишь бы отпороть кого-нибудь, извращенками. А то же они, что ж с такого-то возрастом? А ты их всё жалеешь, всё их оправдываешь. Это тебе отпороть надо уже, заебало, блин. Преступники. Ой, наплачешься ты с ними. Сумка, сумку. Сумку он украл под состоянием лунатизма, правильно? Не называй их преступниками, тут дело не в этом. Анастасия рассказала Раисе о недуге младшего внука и предположила, что в таком бессознательном состоянии мальчик мог отнять у женщин сумку. А после бросить её возле соседского участка. Кошелёк он оставил в почтовом ящике другой сосед. Боже мой, а я-то думаю, чего он так страшно хохотал? Как безумный. Это самая, это самая парашная серия, которую я видел за всю свою блядскую жизнь. Какая дурка, это просто, ну это лютая хуйня, ты что несёшь под лунатизм, человек, лунатик, блядь, украл сумку, бегал, носился, ты ебанулась, блядь. У меня аж мурашки по коже побежали. Ты знаешь, он и правда был как безумный, он не в себе был. Раиса выразила подруге своё сочувствие и сказала, что обязательно навестит мальчика в больнице. А что врачи-то говорят? Это пройдёт или он так всю жизнь будет по ночам бегать? Нет, нет, это можно пролечить, со временем это всё пройдёт, с возрастом обязательно пройдёт, но лечить надо. Саша рассказал психиатру, что в ту ночь, когда у Рая отняли сумочку, ему снилось, что он работает почтальоном. Ой, блядь, какая хуйня, боже, блядь, как, что я смотрю, какая чушь. Что ты несёшь, блядь, какая хуйня. Блядь, какая чушь. Что ты, что, блядь, какая хуйтень, боже, блядь. Какая хуйня, боже, блядь. И поэтому мне стало ясно, как этот кошелёк оказался в почтовом ящике соседки. Мне очень жаль моего младшего внука. Мало того, что к нему привязался этот лунатизм, так он ещё и под машину попал. Прошёл месяц. По настоянию врачей, родители мальчиков отправили Сашу в санаторий, где он отдыхает и проходит лечение. Через две недели Саша обязательно вернётся к бабушке, которая с нетерпением ждёт. Как всё здорово. Папа сказал то, что мы в субботу к Саньке поедем, у неё же день рождения, и мама там что-нибудь наготовит. Ты с нами бы? Ну, конечно. Я ведь уже и подарок купила. Серьёзно? Блядь. Ту самую радиоуправляемую машинку, как у Гриши, да? Бабуль, ну она же такая дорогая. Как всё, блядь, здорово. Ты знаешь, Сашенька заслужил её. Ты права, бабуль. Мне так стыдно. Я даже никогда не думал, что мой младший брат может погибнуть из-за меня. Я думаю, вот и веселье. Какая радость, что мой младший брат лунатик. Но я не думал, что его гуляния по ночам могут довезти его до того, что его машина собьёт. Это как-то было подло с моей стороны. А я не хочу быть подлым. Ну, всё же хорошо. Я была рада, что эта запутанная неприятная история благополучно закончилась. Ай, всё, блядь. Я у Гриши попросила прощения. Ну, а Мишенька... Мишенька понимает, что если в человека неприятности, ему нужно просто помочь. Бля, какая хуя тень, боже. Мистер Андрей Чикатило, а зачем вы убили всех этих людей? Так я не помню, я лунатик. А-а-а, ты же... Мне снилось, что я режу мясо для пасты, блядь. А-а-а. А ты лунатик-то в итоге? А-а-а, ну всё тогда, блядь. Какая хуйня... Какая чушь. Это, блядь, ну это позорище, а не серия. Это такая хуя тень, боже. Блядь, какая чушь, блядь. Блядь, какая хуя тень, боже, блядь. Так вот о чём трек под луной. Ха-ха, блядь, нормально. Блин. Ох, блядь.